Снимаешь? Да. Женечка, снимай. Всем привет, ребят. Старый, добрый, полюбившийся, неполюбившийся формат ночной катушки. Суббота движа мало, но мы сами создаем движ. Условно, когда не надо гнать на работу, ты сам ее себе придумываешь. С ребятками, с громкими тоже ребятками, повалим музыки. Привет скажи, ребят. Сейчас, первый. Друзья, вот хоть сними себя, покажи. Это как у Литвинати, Санечка снимаешь, а тут... А сегодня, короче, Санечка не снимает, Санечку снимает. Можешь сзади снимать. Короче, по классике, подбегаем к машине, раскладываем все барахло. Это тоже отдельная история, потому что у меня сейчас и задних сидений нет ничего, и просто это вот сама будет картина, как я буду заносить вот это все барахло в машину. Это тоже типа Тетрис 80 уровня. Сейчас мы попробуем. Сейчас у нас тут свет, оборудование, все дела. И вот надо это все уместить и еще двум людям сесть в машину. Вот. И начинаю. Вот он наш подопытный. Первое, что мы делаем для эффектной поездки по городу, надо нам заявить о себе. То есть не обязательно ехать громко, главное показать, что у себя громко, что пиздец. Вот, смотрим на двери. На дверях у меня торчат динамики. Смотрим сюда. Вот, пожалуйста, все горит. Вот. Красный муд по жизни, вы это знаете. Что бы вы понимали, сабвуферы у меня сейчас не играют. Но просто от одного вида, что это условно две восемнахи. Самые жирные от Def Bonsor. Это уже типа плюс 10 конспекта. Идем дальше. Мы еще не закончили эпопею с барахлом, что нам его надо куда-то что-то сложить. Место, как вы поняли, у меня как в купе. То есть машина местная в этом плане. Багажника тоже нет от слова совсем. Вот, видите, аудио пацанов пиарим. Вон, кстати, магазин там рядом. Ну и, собственно, вот что подверем. Ну, я думаю, кто чекал мой инстаграм, они, ну, как бы прекрасно понимают, что у меня там происходит. Короче, снимай. Вот эта плита, ее сейчас вряд ли, наверное, видно. Вот это вот мой усилитель на 11 киловатт, который я положил. Ну, к слову, который ты спрашивал, он у меня сейчас просто катается со мной. Типа он не функционирует, ничего. Бабок на ремонт типа пока в падлу отдавать, новый брать еще больше в падлу. Вот, поэтому отталкиваемся от того, что, ну, типа, вот какие ресурсы есть, тем и живем, тем и пользуемся. Вот, сейчас будет эпопея с закрытием всего вот этого. Все, закрылось, хорошо. Вторая движуха, которая нас сейчас, ребят, ждет. Сейчас я даже вот это вот все уберу. У меня, короче, с тачкой, ребят, всегда была проблема с охлаждением. Ну, короче, движуха такая, что, получается, машина, условно, там, то и что-то не хватало. К примеру, там, радиатор засорялся, радиатор пробивали. Все это менялось, там, помпа какая-то, ну, кто шарящий, короче, в движке поймут, то есть, ну, что это за херня и так далее. Вот, и тут, в самый последний момент, когда вот, ну, скоро должна быть жара, у меня перестает работать вентилятор по датчику. Ну, типа, там, термостат. И получается так, что в определенный момент вот здесь должен крутиться вентилятор, но он не крутится. И чтобы избежать лишних головников и кипения машины, мы его вывели напрямую. Каждый раз в движухе, когда, ну, например, я понимаю, что мне надо куда-то ехать на дальняк, и я знаю, что, ну, у меня машина, возможно, там нагреется больше 100 градусов, мы делаем вот такие махинации, условно, то есть, я каждый раз ложу под капот. Вообще похер в чем я, типа, в чистом, грязном, в дождь, в снег, вообще похер. Ну, ты, если хочешь, ты можешь оставаться. Да, нет, нет. Ну и, как всегда, классика, ребят, без нее никуда. Открываем стекла, чтобы все не только видели, но и слышали наши громкие фиолетки, кто шарит вот эти вот динамики. Loud Sound F13, оригинал. Правда, реконины, но они, скажем так, живут дольше, чем Prider. Осталось только доехать и слава богу. Ну-ка, руби, когда мы из этого двора выйдем. Понимаете? Громко? Ну мне, да, братан. Когда стоите в пробке, убавляйте музыку. Какая бы у вас там система не была, в любом случае, вы не передвигаетесь. Вы статичный объект. И, ну, кому-то действительно, там, кто в потоке уход, может, ребенок на заднем себе не спит. И, ну, типа, не совсем будет красиво в том плане, что, ну, не будьте автохамами хотя бы. Типа, да, музыка громкая, это круто. Ты, типа, до хера вложил, и все об этом должны знать. Но, опять же, ну, везде надо грань знать, видеть. Хотя бы, ну, элементарное какое-то вот, ну, вот это вот водительское... Я не знаю, как это объяснить. Понимание, уважение. Вот, вот этот писк, короче, ребят, характерен для громких систем. Когда у тебя много усилителей. Будь готов к тому, что у тебя будет также и много наводок и проблем других. Вот. Поэтому... Едем списком. Ну, когда музыку не слушаем. А когда прибавляем, его и не слышно. Поехали, братан. Человек, который ниже меня. В Адидасе. Чуть-чуть-чуть. Вот. Зовут его, короче, Пашка. Помогал мне ведрище собирать. Вот. Вот. Ну, и в целом, типа, когда ведро было целое. То есть, многие какие-то работы, то есть, и его руками были сделаны. Я там ходил, просто на телефон снимал. Вот. Я старался. У него, короче, есть свое ведро. Пошли, покажем. Всем привет. Привет, девочки. Убавим, короче, некачественный фронт. И пойдемте давайте к самому интересному. Самому нерабочему. А пусть Паша расскажет сам. Самому нерабочему. Не, Паша уже рассказал. Паша без меня. Сняли. Вот такие вот, ребят. Бумбулки у него стоят. Бумбулки, да. Нормально сказал. Столько много проводов. Вот. Ребята с эпилепсией, отвернитесь. А у кого и нет, смотрите дальше. Вот, короче, самое что. Светодиоды, это ладно, хер с ним. Можешь сказать, что он у меня это все позаимствовал. Херос 2. Смотрите, что он еще у меня позаимствовал. Не к тому, что это мой инстаграм аккаунт. Это наклейка с моим дизайном. Вот, типа... Да, человек полностью доверился моему вкусу. Вот, и как бы, ну, мы сделали на пару вот такие свои инстаграмы. Ну, типа, надо же где-то еблом светить. Вот, мы это делаем здесь. Что у вас здесь происходит? По фронту у него, ну, типа, просто, чтобы подыгрывало. Основной акцент, конечно же, делался на басухе. Вот. Цвет не видно, цвет зеленый. Хотя, ну, я был против вот этой всей движухи. Условно, ну, все красилось под монобренд. Типа DevBones, у них халяв все черно-зеленый. Вот. Пойдем еще покажу. Мы спереди тачку не показывали. Ну, кто чекает в инстаграме, они ее, конечно, не видят. Короче. В одну из темнейших ночей на Вакина 1D трое дотиков сделали вот это. Стоит чел. У него тут, ну, типа, я крашу баллончиком ему руки. И как-то... И он падает. В целом, на белой машине это все выглядит очень прикольно. Еще тут из добавленных ништяков, это, условно, Fondera, чтобы как-то компенсировать очень большие колеса и лютые диски. Кому-то нравится, если честно, мне нет. Но, типа, многие на них дрочат. Окей. Там постоянно что-то отъебывало, условно, ну, так же, как и у меня. То есть, железки автозвука это такая тема, которая, там, например, неделю тебя радует, а две недели и месяц ты, блядь, ждешь, когда тебе их починят. Вот. То есть, это, ну, классическая ситуация. Сейчас человек с такой же проблемой, как и у меня. У него, условно, не работают сабвуферы. Слушает и катается только двери. То есть, пасухи нет от слова совсем. Вот. Кошмарит людей вот с светодиодами, что у него... Что у него стоит гром и много сабвуферов, вот. Грузочные стенки. Вот чуть-чуть сбоку вид, порт видно, выходит. А порт куда выходит? Порт выходит вперед, по бокам. На грузочные стенки это чисто эксперимент. Будет ли прикол от стены? Потому что, ну, стена это единое целое с тачкой. А тут у тебя, условно, короб просто вертикально. Короб, он, во-первых, будет прикручен, плюс ко всей этой раме будет каркас металлический. И это все равно конструкция более-менее как целостная. Так же никто не запрещал сделать упоры в стены. Ну, в плане... Вот, везде. Хочу сказать, ребят. Что бывает, когда не знаешь меры? Все это перерастает в стены, в такие ветреные проекты, машины. Тут бюджета, конечно, и понешься. Вот. Но хотя тоже, ну, условно, типа у всего есть пределы, как бы, что-то ломается, что-то отлетает, что-то чинится. Но, в целом, вот, какой-то вот такой вот громкий Екатеринбург это не шоукар, не брендовый. То есть, условно, все бралось за свои бабки. И при том, что, ну, вот, говорят же, что, условно, там, автоспорт любой, какой бы он ни был, там, автозвук или гонки и так далее, это исключительно мужская тема. Ребят, нет. Девочки тоже валят, валят громче, ребят. И тут, как бы, мне нечего сказать, типа, вдохновляйтесь, стройте проекты, там. Но, на самом главном, без фанатизма, чтобы это не было на последнем. Вот так. А так, типа, дарите людям эмоции, сами кайфуйте и все у вас будет круто. Субхаму, ребят, только не показывайте. про кавы резинки хочу сказать за 10 лет использования меня действительно засеяли вот они немножечко оторвались 1 манда меня шоркнула в бочину мне ничего но вот это вот только наверное единственное от зеркала возможно вот у нее там ну как бы все печальненько я только резинки оторвались ну это вот они были вот как бы вот так сорваны это уже на жаре их так повело в целом черт убирать их надо свое отработали как бы там они визуально херово не выглядели в любом случае они свое предназначение выполнили